привет друзья с вами старый добрый макс хейтеры хейтеры кто такие хейтеры буквально вчера мне девчонка вконтакте прислала ссылку на свой канал на ютюбе и пишет такая макс посмотри зацени а если понравится подписывайся на мой канал я такой думаю во нифигасе девчонка смелая и короче прохожу по ссылке на ее канал на ютюбе смотрю там пару видосиков ставлю лайки короче и такой раз хочу написать парочку комментариев опа смотрю комменты отключены я короче этой девчонки вконтакте пишу что мол я твой канал посмотрел мне он понравился я тебе лайки поставил и хотел комменты написать но смотрю ты отключила комменты так что мне пришлось уйти с твоего канала так и не наследив девчонка это мне в обратку пишет что мол она отключила комментарий потому что боится хейтеров хейтеры хейтеры ох уж эти мне хейтеры так вот не надо бояться этих хейтеров и в этом видосе сегодня я Расскажу вам, кто такие хейтеры и почему вообще не стоит их бояться. Если ты досмотришь это видео до конца, то ты узнаешь, как я сам поступаю с хейтерами. Ты узнаешь, почему я их совсем не боюсь. И если ты поделишься этим видео со своими друзьями, то все увидят, что ты теперь хейтером не по зубам. Так что поделись этим видео со своими друзьями, поставь лайк. И если ты еще не подписан на мой канал, то исправь это и нажимай вот на эту аннотацию. А теперь я перехожу к сути этого видео, где я расскажу о хейтерах подробно и в деталях. Погнали! Слово хейтеры берет свое начало в английском от слова hate, то есть ненавидеть. То есть хейтеры это те, кто ненавидят. Они ненавидят тех, кто что-то делает. В данном случае они ненавидят тех, кто снимает видео. Всегда, когда я по злобному комменту проходил на канал его автора, то всегда, 100% всегда на канале этого хейтера нет своих видео. То есть канал там всегда пустой. Я тогда для себя понял, что хейтеры это самые обычные неудачники. Хейтер сам ничего сделать не смог, поэтому решил мстить тем, кто что-то делает. Потому что нормальный блогер, понимая сколько труда, вкладывается в видео, вкладывается в канал. Нигде и никогда не будет писать пакости. Если я смотрю что-то видео и оно мне не нравится, я просто прохожу мимо, короче. Обычно я действую по такому принципу. Если видео понравилось, хвалю. Если видео не понравилось, прохожу мимо. Хейтеры, будучи неудачниками, решили хотя бы оскорблениями привлечь к себе внимание. И отсутствие этого внимания хейтера просто уничтожает. Поэтому, что я делаю с комментарием, если в нем оскорбление? Я такой коммент удаляю, а автора баню. Также на ютюбе есть фильтр, в который можно занести нежелательные слова, например, мат. Такие комменты через фильтр вообще никто не увидит. А комментарии грубые, типа, ты идиот, ты урод, ты придурок. Я такие комменты просто пропускаю. Потому что, в принципе, комментарии продвигают видео. Чем больше комментов, тем выше видео в топе. А что написал этот хейтер-неудачник? Это же вообще никого не интересует. Блин, потому что он неудачник, елки-палки. Ютюбу вообще без разницы, что там ставят. Лайки, дизлайки. Для ютюба это просто активность под видео. Чем больше активности, тем выше видео. Например, приведу канал Симонова в пример. Хейтеры накручивают Симонову дизлайки. Они сами этого не понимают, продвигают Симонова. Еще раз говорю, что ютюбе без разницы. Лайки, дизлайки. Это активность. И это продвигает видео. Ютюбу, в принципе, вообще без разницы, что там пишут в комментариях. Для него это просто активность под видео. Конечно, круто, если в комментах есть ключевые слова. Но, в принципе, это не критично. А эти хейтеры пишут, 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 думая, что они кому-то пакостят. А лох-хейтер, не дождавшись ответной реакции, просто исчезнет, как мыльный пузырь. Поэтому, девчонки, мальчишки, начинающие блогеры, не бойтесь этих злобных хейтеров-неудачников. Вот смотрите, что получается. Перечислю по пунктам. Первое. Хейтеры – это лохи-неудачники. Нереально, это же лохи позорные. Второе. Комменты продвигают видео. Чем больше комментов, тем лучше. Третье. Ютубу пофиг, лайки или дизлайки. Чем больше активности, тем выше видео. Четвертое. Сделайте на своем канале фильтр для мата. И после этого вы матерные слова просто не увидите. Пятое. Включите модерацию комментариев. И сами решайте, что опубликовывать, а что нет. Шестое. Оформляйте на хейтеров жалобы. А после этого бесчетно баньте. По моим жалобам уже было заблокировано 20 каналов. А в черном списке у меня примерно где-то 200 каналов хейтеров. И теперь я их не вижу и не слышу. А они не имеют доступа к моему каналу. И теперь они мне не мешают, не отвлекают. Это же неудачники, что с них взять? А нам, нормальным пацанам и девчонкам, надо двигаться вперед. День за днем, вперед, вперед. Поэтому этим неудачникам до нас просто не доплюнуть. За моей спиной обо мне много чего говорят. А ты слышал Макса? Знаете, все, что говорят за моей спиной обо мне, слушает лишь моя жопа. Вот и все. А теперь напиши свой комментарий. Если ты нормальный, то твой коммент увидит свет. А если ты хейтер-неудачник, то добро пожаловать в бан. Там лохов много. Вот и все, что я хотел вам рассказать сегодня. Берегите себя, заботитесь о других. Далее вам остается только развиваться в этих трех темах. И постараться стать в этих трех темах профессионалом. Снимаю видео именно на эти темы. Например, у меня самое популярное видео на канале. Это поездка на лошадях. Но ездил-то я на лошадях в России, а живу в Индии. А здесь нет лошадей, только слоны. Поэтому я это видео пропускаю. И давайте смотрим на следующие. Которые по просмотрам на втором месте. Это видео про индийский массаж. Причем, знаете, что интересно? Вот это видео перезалив. То есть, я заснял видео про индийский массаж. Но по неопытности использовал авторскую музыку. И хоть это видео тогда набрало около четырех тысяч просмотров, я все равно его удалил. Потом я снова съездил в массажный салон. Продолжение следует...